Девушки отдыхают Девушки отдыхают Первая миссия запоминается сценой взлома главного компьютера ФБР и эпизодом со скоростным поездом. В обеих сценах Том Круз отработал без дублера, продемонстрировав отличную физическую подготовку и реакцию. Кадры с поездом снимали в павильоне студии Пайнвы, где была установлена декорация вагона на синем хромакейном фоне. Актеров обдували воздухом из ветродува, при этом они передвигались по крыше со страховкой. Заменой синего фона и изображением сельской местности занимались художники студии АЛМ. Спустя 20 лет искусственность этих комбинированных кадров режет глаз, но на тот момент чище и убедительнее сделать было невозможно. Подобные сцены в современных фильмах, конечно, смотрятся реалистичней. Сиквел был успешнее в прокате и краше по картинке. Джон Ву, вне всяких сомнений, сильнее Де Пальмы, как режиссер экшена. У него есть вкус и чутье на отличных хореографов и постановщиков трюков. Круче всего и опаснее получилась сцена с альпинизмом в горах Юты. Том Круз самостоятельно исполнял трюки со страховкой, за исключением вот этой сцены. Здесь его подменил Кейт Кэмпбелл. Триквел чуть было не похоронил франшизу, но в плане экшена это был шаг вперед. Прыжок с небоскреба очень хорош. Круз прыгал с декорацией крыши в павильоне на хромакейном фоне. Городское окружение – это компьютерная модель с панорамной проекцией фотоизображения ночного мегаполиса. Выглядит композиция действительно здорово. Эффект сделан опять же в АЛМ. Фудж Халифа или Халифа – самое высокое здание в мире. Герой Итана Ханта устраивает побегушки по зеркальной поверхности арабского небоскреба. Сцену снимали в Дубае. Круз отыграл свою роль со страховкой – физической и финансовой. Трюк ставил Майк Мейнардус, команда которого также притащила на площадку Витроду, потому что за окном небоскреба, несмотря на высоту, царил штиль. Стальные тросы были под стать стальным яйцам Тома Круза. Впоследствии их, а не яйца, вытерли из кадров художники по графике. Муторная и кропотливая работа осложнялась разрешением 4К и большим числом отражений. Всё это подчищалось. Кадры с прыжком мимо открытого окна снимались на трёхуровневой декорации в Ванкувере. Нужный фон был получен благодаря панорамной съёмке в Дубае. Фильм открывает лихая сцена с самолётом в Беларуси. Батька не выдал разрешения, снимали эпизод в Англии. После тщательной перевизуализации представители Аэробус и страховой компании всё-таки дали добро на съёмки трюка с участием Тома Круза. Голливудскую знаменитость закрепили стальными тросами на фюзеляже и подняли в воздух машину на полтора километра. По словам Круза, они сделали 8 дублей. Прыжок в мокрое хранилище данных – самая технологически сложная сцена фильма. Том Круз прыгал с 36-метровой высоты на зелёные коробки и маты, будучи закреплённым на ланже. Режиссёр стремился добиться единого продолжительного кадра. Понятное дело, что никто не заставлял Тома Круза задерживать дыхание на 4,5 минуты. Да это было и не нужно, потому что на посте актёра просто в ряде моментов перемещали в нужные части съёмочных кадров, сделанных на новейшие камеры Ариа Лекса 65. Динамичный эпизод с погоней на BMW и мотоцикле снимался в Марокко. В площадке автомобиль съезжал по рампе, ступеньки были сделаны позднее на компьютере. Кроме того, кувырок через крышу совершал не настоящий, а компьютерный BMW. Наконец, 75% встречающихся автомобилей на шоссе в момент погони на мотоциклах – это компьютерная анимация. Удалая пятая миссия уже заработала в мировом прокате более 500 миллионов долларов. Съёмки шестого фильма начнутся в следующем году. На пару частей с подобными трюками Круза ещё хватит, а потом всё же придётся активнее привлекать дублёров, чтобы градус безумия нисколько не падал. Редактор субтитров А.Сёмкин